Продолжение следует... Во-вторых, собирать информацию планируется с помощью специальных планшетов, что существенно упростит дальнейшую обработку данных. И в-третьих, как и раньше, переписчики будут приходить к людям и, естественно, получать от них ответы, заполняя обычные бумажные переписные листы. Подготовлены поправки в закон, который упрощает процедуру оформления небольших дорожно-транспортных происшествий без участия полиции. Сегодня такой протокол применяется в случае, если нет жертв, а участникам ДТП являются только два транспортных средства, которые застрахованы по ОСАГО. Во-первых, мы увеличиваем максимальный размер страхового возмещения по такому протоколу с нынешних 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Во-вторых, снимаем ограничения на использование протокола, даже когда есть разногласия между участниками по поводу обстоятельств ДТП. Счастникам придется просто зафиксировать обстоятельства аварии определенным законным способом. И в-третьих, расширяются сами способы такой фиксации. Помимо устройства системы ГЛОНАСС, теперь допускается использование специального мобильного приложения, которое позволяет фиксировать повреждения автомобиля и передавать фотографии в страховую компанию. Такие поправки должны облегчить жизнь автомобилистам, чтобы люди часами не ждали, теряя время и создавая пробки на дорогах. Мы стремимся к тому, чтобы в продажу поступали только качественные медикаменты. Регулярно проводим проверки, изымаем из продажи и уничтожаем фальшивые лекарства. Тем не менее, проблема остается актуальной. Поэтому в начале этого года мы начали эксперимент по маркировке упаковок лекарств двухмерными кодами. Создали специальную информационную систему, которая позволяет отслеживать все этапы движения такой продукции от производителя до аптеки или больницы. Пока это пилотный проект, он касается лишь нескольких регионов, но законопроекты, которые мы сегодня рассматриваем, позволяют сделать маркировку лекарств обязательной и внедрить систему мониторинга на территории всей страны, чтобы каждый человек мог убедиться, что у него в руках легальный препарат, считав метку с упаковки сканером, который установлен в аптеке. Субтитры создавал DimaTorzok